Москва, 4 Сен, Air Sport, Роман Соловьев – пилоты австрийской команды Red Bull россиянин Даниил Квят и австралиец Даниил Рик Ярда попробуют прорваться вверх пилота на снизов на Гран-при Италии в Формуле-1 из-за очередного штрафа за замену моторов. После 11 этапов сезона в личном зачете пилотов продолжает лидировать британец Льюис Хэмилтон из Мерседес, 227 очков, его преследуют немцы напарник Нико Росберг, 199, и Себастьян Феттель, 160, из Феррари. На седьмое место в общем зачете поднялся Квят, 57. В Кубке Конструкторов с явным отрывом лидирует Мерседес, 426 очков, на втором месте идет Феррари, 242, а на третьем – Уильямс, 161, который пытается догнать Red Bull, 108. Постепенно с приближением сезона к концу команды начали объявлять о продлении контрактов со своими гонщиками. За последние две недели Форс Индия объявила о сохранении у себя немца Нико Хюлькенберга, а Тора Росса, голландца Макса Ферстаппена. Уже в Италии Уильямс подтвердила, что не откажется в следующем сезоне от пары пилотов Филиппе Масса, Вальтери Ботас. Второй год подряд ближе к окончанию чемпионата приходят тревожные новости от не самых успешных команд. В этом сезоне они связаны с Латусом. Речь шла о том, что команде не разрешат вывести болиды с Гран-при Бельгии из-за иска бывшего резервного пилота Шарля Пика, которому якобы не предоставили достаточно времени за рулем болида. Вдобавок к этому команда испытывает финансовые трудности, которые даже начал помогать решать промоутер гонок Берни Эклстаун. Главным событием прошлого этапа в Бельгии стало то, что Квят в личном зачете гонщиков обогнал своего напарника Рик Ярда. Думаю, преимущество удастся удержать до конца сезона, во всяком случае динамика именно такова. Квят хорошо прогрессирует. Однако у Дани были технические проблемы в начале сезона, у его партнера они начались сейчас. Думаю, основная их борьба идет как гонщиков, Даня в этой борьбе выглядит очень достойно, считает советник президента Российской Автомобильной Федерации, РАФ, по Формуле-1 Игорь Ермилин. В Италии пилотам команды Red Bull будет тяжело рассчитывать на положительный результат. Всему виной очередная смена моторов, которая приведет к штрафу в виде потери 10 позиций на стартовой решетке гонки. Обе наши машины ждет штраф в этот уикенд, поскольку мы поставим шестые моторы, за сезон. «Это наш тактический ход, поскольку 75% трассы в Монсе гонщики проезжают на полном газу, эта трасса является для нас не самой удобной», — заявил руководитель команды Кристиан Хорнер. Лучше всего в Монсе стартовали Феттель и Хэмилтон, трижды выигравшие квалификацию. Еще дважды это смог сделать испанец Фернандо Алонсо из команды Макларен и один раз Кемерайканен из Феррари гонку трижды выигрывал Феттель, дважды, Хэмилтон и Алонсо. Гран-при по традиции стартует в пятницу двумя сессиями свободных заездов, 11 часов и 15 часов МСК. В субботу состоится третья практика, 12 часов, и квалификация, 15 часов. Старт самой гонки намечен на воскресенье, 15 часов. Следующий этап чемпионата пройдет через две недели в Сингапуре. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok